И теперь это симметричный наклон, а теперь мы асимметричную добавочку здесь сделаем, убрали сразу, раз, пятку, два, два, и здесь мы отрабатываем наклон, одна нога идет как бы пол по щемотанасане, арха по щемотанасане, вторая в положении батхи. То есть половинного, это называется джану-шуршаса, таз отстроим на срединную линию, а здесь легкий доворот грудно-поясничный, а колено, можно и потом тазом довернуть, варианты есть, либо тазом так, и вы уходите вот сюда, грудиной, либо таз развернули и пошли. Та же схема, вдох, выдох. Макушка тянется вверх, и ловите момент, когда вас повело. Вам будет облом удерживать себя в этом положении. Снова вдох, выдох. Снова вдох, выдох. И смотрите, как вас начинает расстилать. Степ-бай-степ. Живот, ребра, грудина. Потом подбородок. Без напрягу. И независимо от того, до какого уровня вы там, в каком уровне наклона вы находитесь, или складывания, или сгибания, вы доходите в какой-то момент времени до своего предела. Этот предел может быть 60 градусов, 45 градусов, 30 градусов, 10 градусов. У кого похуде? Кто-то там лежит животом на бедре, подбородком за коленом, и голова лежит на голени. Неважно. Вот вы почувствовали, на данный момент это ваш предел. Выходите в этот предел. И дальше уже вы ищем не физический предел, вы его почувствовали, а вы выискиваете и начинаете прорабатывать некие психосоматические моменты, которые могут отражаться на миофасциальной структуре тела, или, соответственно, на соединительно-тканной структуре, то есть это либо сосуды там соединенные, миофасции тоже соединенные, ну и даже кровь и лимфа, это соединенные ткани. Вот вы вышли в этот предел, и по методу трех точек начинаем работать. Помните его, да? Или напомните. Вышли в предел, давайте вместе, да? Ушли. Нашли. Область наибольшего привлечения внимания вашего тела. То, что вас беспокоит. Это может быть и подколенные, а может быть и спина, а может быть таз, а может быть что угодно. Эта область может быть 3D объемная, и вы ищете в ней наибольший линейный размер, который вы можете туда всунуть. Вот представьте, да, у вас там эллипс, да, какой-то. И вы вставляете туда такую раздвижную линейку, и начинаете ей крутить, стараясь добиться максимального расстояния. Поймали. Определили концы, выдохом, проявили. И поместили сознание себя в этот отрезок. А далее на выдохе посмотрели, куда вас выстреливает из этого отрезка. И эти точки кинули в это место, куда вас выстреливают, на выдохе. Из таза выстреливают. И посмотрели, что произошло. Если это одноразовый, да, вы чувствуете, что эффект наступил, можете еще раз или два проделать эту схему. Не тянитесь, не напрягайтесь, просто сидите и ловите вот то, что у вас сработало легко и мягко, без напрягов. Получилось хоть что-то или тяжело, Ваня? Ну, тяжело, что-то снимается на жесткость. Что-то? Мадеж? Тяжело? Спинец и что-то. Ну, смотрите, место дислокации может быть любое. У кого-то это может быть под коленой, у кого-то спина, у кого-то там, где оно сидит. Вот вы просто эту штуку засеките. То есть в данный момент вас может держать именно какая-то вот внутренняя дисплоза. Сейчас уже я смотрю, такие идут передачи, народ где-то вот этих идей там набирает, и там по лицу сегодня вот с утра смотрел, вот у вас на лице там эмоциональные проявления, там такие сидят, вот они сидят. Ну и благодаря нашему супер-пупер-какому-то там эксклюзивному веществу мы вас помажем, через месяц вы станете такой же, как 25-летняя или 35-летняя девушка. Я бы не видел, я бы чему-то бабушку туда лет под 90 привезти, чтобы она контракт подписала. Я бы могу сказать, о, вот моя фотография, 25-30 лет. Ребята, а теперь отвечайте за свои слова. Но подход такой вот, что дисфункционные эти вещи, они четко, они сидят где-то в каких-то моментах, и вам там на душе роба-на-смут, просто развернулись какая-то штука. И бывает так, что она разворачивается, меняя положение роб, она разворачивается с выходами энергетическими, то есть вы чувствуете какой-то тепловые параметры, это называется терапевтический эффект, да, там может быть тепло, мурашки, покалывание, пощипывание, либо даже какие-то мимообразы, мимообразы, хлоп, вы в образе, так, опа, что она там была? Все, какие-то штукенции. Поменяли ноги. И сначала по принципу идем трубы. Просто идете в облегчение, по принципу трубы. Сели. Продолжение следует... И ваша задача здесь будет заключаться только в том, чтобы найти вот этот предел. А дальше вы просто используете алгоритм. Дошли до предела, врубили алгоритм и работали. Врубили. То есть это напоминает черта, такую штуку, вот вы как бы миноискателем таким пришли на поле, да? Никто ничего не видит. А у вас есть некий прибор, вы идете, тын-тын-тын-тын, где запищало? А, вот тут пищит, где сильнее пищит? Вот тут больше, значит больше предметов. Шею посмотрели, тело, оп, есть, нашли область. Поддули ее, как бы вот шарик такой, сейчас вот эти фигурные шарики такие, вдули туда теплого воздуха. И он начал вот как пар, тын-там, оба, есть, видите его линейный размер?